Аптечка Человеческая 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 мы медики. Инфекционное осложнение – это очень серьезная проблема любого стационара, независимо от профиля. Но для онкологических, в особенности для онкогематологических пациентов, вследствие исходной иммуносупрессии, терапии цитостатиками, назокамиальные инфекции представляют прямую угрозу жизни. В инфекционный процесс могут вовлекаться абсолютно любые органы и системы. Подавляющее большинство инфекций вызывается собственной резидентной микробиотой. Заселение же госпитальными штаммами микроорганизма происходит только после прохождения лечения в стационаре. Но теперь от общего к частному. Поделюсь нашим опытом. В нашем центре, надеюсь, так же, как и в любом другом учреждении, к проблеме антибиотикорезистентности, к распространению госпитальных штаммов относятся крайне серьезно. С 2009 года ведется микробиологический мониторинг, в ходе которого мы отслеживаем циркулирующие микроорганизмы в стационаре, их отношение к антимикробным препаратам, к антисептикам, к дезинфектантам. Накопленный опыт позволил нам в 2018 году достаточно быстро влиться в программу СКАД. «Стратегия контроля антимикробной терапии», достаточно неплохо зарекомендовавшую себя к тому времени. За короткое время были разработаны, внедрены локальные документы, призванные помочь, ну, скажем так, вспомнить врачам-клиницистам основы микробиологии, клинической фармакологии. Помимо нормативных документов, локальных нормативных документов, которые мы разрабатывали, мы также проводили, проводим и, я думаю, будем проводить обучение в рамках дискуссии, круглых столов для сотрудников нашего центра. Некоторые итоги нашей пятилетней работы. В целом, результатами мы довольны. Уровень циркулирующих в стационаре штаммов энтеробактерий, за исключением клипсиелы и пневмонии, сохраняется примерно на одном и том же уровне, с незначительными колебаниями, которые обусловлены, вероятнее всего, какими-то локальными вспышками. В 2019-м, первом полугодии, что-то у меня не работает, придется так. В первом полугодии 2020 года отмечался резкий подъем выделения из клинического материала штаммов клепсиела пневмонии, которые представляли в тот период наибольшую проблему гнойно-септических инфекций в стационаре. С середины 2020 года и на протяжении 2021 года количество выделенных штаммов клепсиела пневмонии снизилось практически втрое и в настоящий момент представляют привычные для нас 7-10% от общего числа циркулирующих в стационаре микроорганизмов. Среди выделенных из различного материала грамм положительных коков значительных колебаний не отмечалось. Ситуация с неферментирующими грамм отрицательными бактериями несколько настораживает. Несмотря на незначительное число выделенных штаммов от общего числа циркулирующих в стационаре микроорганизмов, отмечается устойчивая тенденция к росту этой группы бактерий. Напомню, что представители неферментеров обладают природной устойчивостью ко многим антибиотикам. Антибиотикорезистентность у наиболее типичных эпидемиологических значимых представителей грамм положительных, грамм отрицательных бактерий к большинству групп антибактериальных препаратов за время, которое мы отмечали, снизилась на 8-17%. В общем-то, это очень неплохой результат. Однако нельзя не сказать о существующей в настоящее время проблеме в отношении псевдомоносаэрогеноза. Число мультиэпатно-резистентных штаммов синегной палочки в 2022 году составляет чуть более 50%. За 5 лет резистентность возросла на 10-12% пенициллинов, на 21-24% оцефалоспоринов, на 12-16% о аминогликозидов, на 14-18% о карбопенемов. Не так давно у нас появилась техническая возможность определять минимальную подавляющую концентрацию для так называемых антибиотиков группы резервы. Сразу поясню, что ввиду достаточно высокой стоимости тест-систем, которые мы используем, тесты на антибиотики резерва ставятся не ко всем выделенным штаммам. Мы исследуем штаммы, выделенные из клинически значимых локусов – это кровь, бронхоавиолярный лаваш – у пациентов, которые находятся в основном в отделении реанимации интенсивной терапии, при том условии, что на стандартной панели с антибиотиками ко всем группам препаратов отмечалась резистентность. Таким образом, в настоящий момент к завицефте резистентно около 80% штаммов псевдомоносаэрогеноза. К зирбаксе – 100%. Перестали быть находкой штаммы, резистентные к колистину и полимексину. То есть, наверное, последние рубежи у нас уже позади. Еще относительно новое для нас исследование – это генотипирование микроорганизмов. По причинам, о которых я говорила ранее, число исследованных штаммов невелико. Результаты генотипирования синегной палочки, на мой взгляд, в комментариях не нуждаются. И все же отмечается четкая тенденция к смене штаммов, обладающих множественной… к смене штаммов с единственного механизма защиты на множественные механизмы защиты. Антибиотикорезистентность – это глобальная мировая проблема, которая существует абсолютно во всех странах, независимо от географического положения, уровня экономического развития. Можно ли что-то сделать для предотвращения на расстояния резистентности микроорганизмов? Ну, вероятно, можно. Принятие решений на федеральном уровне об усилении законодательства в отношении предотвращения производства и продажи фальсифицированных антибиотиков. Снижение применения антибактериальных средств в сельском хозяйстве. В полном запрете на безрецептурный отпуск антибиотиков в розничной сети возможно окажут положительный эффект. Безусловно, нельзя не обратить внимание и на локальные меры. Корректное применение антибиотиков в ЛПУ с учетом особенностей микробиологической ситуации конкретного стационара, а в идеале конкретного отделения стационара, также могут как-то повлиять на сложившуюся ситуацию. Вырабатывание механизмов защитов у бактерий – это естественный биологический процесс, обусловленный приобретением новых или экспрессии существующих механизмов защиты. Повлиять на эволюционные процессы практически невозможно. Возвращаясь к нашему опыту наибольших успехов в борьбе именно с распространением госпитальных штаммов в стационаре, мы достигли в период введения в учреждения противоэпидемических мероприятий в отношении COVID-19. В тот период среди прочих мер основная роль принадлежала ограничительным действиям, когда пациенты, сотрудники отделения стационара находились в максимальной изоляции друг от друга, а контакты между подразделениями центра были сведены к минимуму. Кроме того, в тот же период начали правильно, адекватно использовать дезинфицирующие и антисептические средства. То есть, подытоживая, можно сказать, что наиболее эффективными оказались мероприятия, направленные на второе звено эпидемической цепи, то есть на механизмы пути передачи инфекции. У меня все. Благодарю за внимание.